ТОП-10 вещей, о которых врут мужчины. Вот сегодня этому посвящен наш выпуск. Я настоятельно рекомендую досмотреть видео до конца, потому что с каждым пунктом, который буду озвучивать, градус вранья будет накаляться. И в конечном итоге вы наконец-таки узнаете ту самую ужасную вещь, о которой мужчина обязательно врет. Итак, поехали. Но прежде чем я расскажу и начну рассказывать эти пункты, я вспомнил, как мой друг на общей встрече выпускников, это была шутка, мы сидели в компании, и он знакомится с девушкой. Мы тогда были молодые все. И он подзывает к нам за столик, и начинает откровенно ее пикапить, зазывая ее чуть ли не на ночлежку к себе. Причем они знакомы там полчаса времени. Ну, она уже такая хорошенькая, под шофе. Он ей, значит, произносит фразу. Я внимательно слушаю. Люди, у которых с географией все в порядке, поймут, о чем идет речь. Он говорит, ты понимаешь, я моряк, и завтра из Костромы мы отходим в море. Вот, черная. И меня не будет полгода. А если это судьба? Герману смешно. Там всем было смешно, но мы смеялись так же тихо, как Герман. А на ее лице ощущение было, она поверила. Она за него смотрит и говорит, да ты что, а у вас пассажирское, это кораблево, пассажирский, или что вы там, нефть возите? Он говорит, контейнеры с грузами. Понятно. Я не знаю, чем там закончилось у них, но факт остается фактом. Итак, первый пункт, в чем мужчины никогда не признаются, о чем они врут, это количество выпитого алкоголя. Вот я по себе даже могу сказать, сразу хочется посмеяться. Когда тебе задают вопрос, сколько ты выпил, хочется сказать полтора бокальчика, или два бокальчика. Но на самом деле, мужчины никогда не говорят правду, но никто из мужиков не придет и не скажет, фу, осушил два пузыря. Нет. Обычно мужчина говорит, что он выпил мало, буквально пару стопочек, просто он очень устал, нервничал целый день, не ел ничего весь день, поэтому так развезло. На самом деле нет, ребят, вот и девочки, и мальчики, когда мужики встречаются, тяпнуть, и вы же прекрасно понимаете, и вы же сидите в компаниях со своим мужчиной, вы же видите, как он пьет. Неужели вы думаете, если он при вас пьет столько, а уходит с друзьями встречаться, и тут, ребята, вы знаете, сегодня, говорят, Юпитер стал боком к Марсу, блин, и я как-то чувствую, что вот виски не заходят мне. Я буду просто наслаждаться нашей компанией. Врут еще как врут. Вы будете, знаете, если мужчина рассказывает, что он всего лишь пол бокальчика выпил, а его заносят, как мертвого, ногами вперед в дом, или он как застенчивый, за стеночку держится, или невыносимые алкоголики есть, которых вынести невозможно, а есть застенчивые за стенку, а есть вездесущие, которые вездесут. Поэтому, если ваш мужик сыт, вездесущие, поэтому не верьте ему вообще, что он мало выпил. Вторая вещь, о которой очень часто врут мужчины, это о каких-то победах в прошлом. Вот бравада мужская, она как бы налицо была всегда. Безусловно, природа наша, она заставляет нас чувствовать себя победителями. Но трудно себе представить мужчину, который вообще не с женщиной, будет говорить, да, помню, в 98-м я лошара, короче, а вот в 2000-м я вообще тупой, а вот в 2005-м я вообще отмороженный. Да, ну зачем? Он расскажет совершенно обратную историю. Бизнес, дела, обороты, грузовики с товаром уходили, грузили через таможню, не успевали отгружать, рынок держали, район был, и там на районе 18 магазинов, и овощи, и фрукты, и консервация, и потом кризис. А я, знаете, всегда мне хочется такого мужика спросить, слушай, если ты как бы тогда этого всего добился, у тебя получилось как-то развернуться, вот эта коммерческая жилка сработала, почему она сейчас не срабатывает, и ты как бы ничего не делаешь? Ну, как бы долги там вот отдаю, а как он их отдал? Я, знаете, я сейчас не шучу, я у одного спрашивал, он мне тоже рассказывал, таксист один, что вот у него там бизнес был, рынок он свой имел, и потом долги, сейчас он вынужден работать на такси, долги отдавать, у него семья, трое детей, я говорю, а долгов там много, он говорит, о, там несколько сотен тысяч долларов, я говорю, я говорю, как ты в такси зарабатываешь там? Ну, ну пусть там 50 тысяч чистыми тебе выходят, ну, ну, ладно же, ну, пусть 100 даже, семья, дети, расходы какие-то, что он в месяц там 200 долларов отдает за долги, ну, сказочник редкостный, правда, уже проще было банкротом себя объявить, и там что-нибудь придумать, в общем, вы, когда мужчина вам рассказывает о своих супер достижениях в прошлом, вы слушаете, улыбаетесь, говорите ему, какой ты молодец, ты такой перспективный, я всегда знал, что ты перспективный, но смотрите на него, как он в настоящем времени себя ведет, потому что если в настоящем времени он явно отличается от того героя, которого он описывает в прошлом, мужчина 100% по ушам вам ездит, вот если вам встречались такие мужчины, таксисты, поставьте лайк, пожалуйста, третья вещь, о которой часто врет мужчина, это преувеличение своей занятости, я не писал, потому что был очень занят, очень-очень занят, я не звонил, потому что был очень-очень занят, там вещи и так далее, не смог приехать, потому что был очень занят, в общем, он так занят всегда, что вообще не может никогда с вами быть на связи, ну это ложь, естественно, потому что каким бы занятым ни был мужчина, всегда можно найти 15 секунд времени для того, чтобы написать смс, любимая, родная, у меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже, скучаю, люблю, до встречи, пока, все, если мужчина ссылается на свою занятость, и не пишет, и не звонит, это говорит о том, что он просто не хочет этого, он занят своими делами, он как Герман говорит, он так раньше делал, ему пишет девушка, а что ты мне не звонил, он занят был, а на самом деле лежал, чипсы жрал, фильм смотрел какой-то, и запивал это все фрешем, сельдереевым, и был счастлив, поэтому это тоже такая история, мне знаете, всегда вопрос был, есть такая категория, действительно, мужчин, которые очень заняты, но если мужчина очень-очень занят, надо обнаружить, как бы, результат его занятости, то есть, как бы, если ты видишь, если он вечно занятой, это то же самое, я весь день был на охоте, а где добыча? Нет, так либо ты лох, охотиться не умеешь, либо ты лох, не умеешь выбирать места, где надо охотиться, потому что там нет никого, кого можно убить, либо ты просто меня обманываешь, либо ты лентяй, который не вставал, никуда не ходил охотиться, поэтому будьте бдительны, дорогие мои девушки, кстати, очень интересный момент, вы хотите быть женщиной, на которую у мужчины всегда есть время, вот есть категория женщин, к которым мужчины тянутся, а есть категория женщин, от которых мужчины, наоборот, дистанцируются, и причин очень много, и некоторые из причин могут быть в самой женщине, а некоторые в мужчине, и вот для того, чтобы понять, почему мужчина, например, не привлекается ко мне, не идет ко мне, избегает меня, и не один, может быть, многие мужчины не хотят со мной, ни отношений, ничего, знакомятся и пропадают, вот если вы хотите разобраться, в ком причина, в вас или в них, я вам настоятельно рекомендую пройти регистрацию на мой безоплатный курс, международный, и принять в нем участие, из любой точки мира, главное, чтобы у вас был интернет, и когда вы его пройдете, прослушаете, вы поймете, в чем лежит корень проблем, четвертая вещь, о которой часто врут мужчины, это количество женщин в их жизни, и здесь этих мужчин можно сразу сегментировать, есть категория мужчин, которые рассказывают о том, что у него было столько женщин, что он такой герой-любовник, что вот это, когда общая тетрадь закончилась, он решил вторую не заводить, потому что, ну для чего это переводить бумагу зря, вот, а в общей тетради у него есть, там на первой странице у него буква Г большая, на вторую А, на третьей Лы, а на четвертой Я, и он на каждой странице, это так по факту было бы, если бы он вписывал там, было за всю жизнь, там, не знаю, там две женщины в постели, и 1222, на которых он дрочил, во время просмотра порнухи, и он их всех вписал в одну тетрадь, потом рассказывает женщина, а она-то думает, вот это да, вот это любовник, вот это, он, наверное, меня сейчас так возьмет, то он там сунул, ткнул, раз, два, три, пык-мык, блин, обсопливился, и спать, вот это разочарование, мне же, а мне одна девушка просто говорит, что говорила, что я когда узнала, сколько у моего молодого человека было девушек, у меня комплекс неполноценности возник, я говорю, почему, ну, не знаю, как-то, мне кажется, я какая-то скованная, у меня всего до этого, до него был один мужчина, и очень долгое время, как бы, мы вообще там жениться собирались, все предложения, мы уже жили вместе, но так вот получилось, что мы расстались, и мне казалось, что как бы, как с таким опытным мужчиной, я буду в постели чувствовать себя как дур, он разочаруется, тем более, есть с кем сравнить, вот, а когда у нас начались с ним отношения, и я оказалась с ним в постели, так я поняла, говорит, что я вообще красотка королева, а потом, когда начала еще общаться в общей компании с друзьями, вообще выяснилось, что он сам хер знает там по себе, одиночка, полжизни ходил, никого, значит, у него и не было, была там какая-то у него девушка, которая его поматросила и бросила, возникает вопрос, а откуда эти все остальные взялись, вся, букву Я хочется вставить в конце, есть мужчины, наоборот, у которых было много женщин, огромное количество, но они говорят, что они прям вот такие, очень брезгливые, я такой брезгливый, я не, не, ты что, никогда не смог бы я с многими женщинами, я очень избирательно отношусь, вот, ну, такой ход манипулятивный, типа вот, о, какой у него вкус хороший, значит, обо мне речь идет, короче, вот в этом направлении мужики чешут, как надо, и делают это превосходно, поэтому все делите сразу на 25, вот все, что он рассказывает, и не верьте вот в такую ерунду, мужчинам свойственно приукрашивать свои любовные походы, как там, от него все с ума сходили, без ума от него были, и как бы они могут даже вам сказать, мы с тобой будем в отношениях, только ты в меня не влюбляйся, только не влюбляйся, просто невозможно устоять, столько женщин, это палево моих ног, хорошая мысль возникла, благодаря Рустаму, говорит, спросил у девушек, как лучше, когда у мужчины было много женщин, или когда у мужчины было мало женщин, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, пятая вещь, о которой часто врет мужчина, мужчины, особенно, когда начинают только общаться с женщиной, любят рассказать, ты знаешь, мне так больно сделали в прошлых отношениях, плюнули в душу, нагадили в сердце, оставили неизгладимый след, так сказать, в душе моей, но только до члена не добрались, и его не травмировали, вот трахнуть я тебя готов, прям хоть сейчас, а вот чтоб тебя вот в сердце впустить, не готов, вот это сказочники, рифмоплеты, ну правда, и таких мужчин очень много, раненых в душу, но со здоровыми членами, ну не в смысле большими, а со здоровыми, не болеющими, вот, и это очень распространенный, манипулятивный ход, почему, есть категория женщин, которые на это ведутся, это женщины такие, спасатели, они любят, не так сделали замечание, что последнее видео, очень много мата от меня, но вот здесь просто есть такая фраза, носим ношу брошенную, вот, вот эта категория, есть такая категория женщин, они прям, прям, влюбляются в этих мужчин, вот его кто-то бросил, и она такая, вот ты, боже мой, как тебя можно было обидеть, а он еще сидит, знаете, такие глаза, сука делает, как будто вот, он, он, ты понимаешь, Галя, я на коленях, всю службу отстоял в храме, и тут пришел вот это, вот, без перегара вообще, только, а там одна просто прихожанка споткнулась, и как-то случайно во время молитвы, мне сюда помадою поставила засос, ну и подпечаток, я, а там людей там много на службе, потому что кто-то толкнул ее, она так раз мне, а я-то откуда знал, вот, и после этого она меня выгнала, и сказала, ты непорядочный человек, вот, и, как бы, а так я хороший, и реально, я же даже по себе помню, я когда был молодым, я когда был молодым, в общем, зеленым, это, это, ну, надо так сказать, ты, если так не скажешь, то все, надо вызвать сострадание, а еще женщина любит, говорит, вот встретила бы эту суку, дала бы, а еще женщины говорят, вы так говорите, типа, ладно, если вы с ним прожили 20 лет уже, и говорите, ну, ладно, хотя бы 3 года, и говорите, я так благодарна этим твоим бабам, что они не оценили тебя, ну, часто, кстати, такое бывает, может нормальный мужик быть, а вам попадались какие-то женщины безобразные, а тот попался, и такое может быть, действительно, вот, а так-то бывает, она его 3 дня знает, и она уже ему говорит, я тебе так, вот так благодарна твоим этим женщинам, что они такого мужика упустили, зато теперь ты мой, он по себе думает, ну, конечно, сейчас ты меня получше узнаешь, и сама попрешь меня оттуда из отношений ногами, так что, девочки, будьте внимательны, когда мужчина рассказывает про боль у сердца, я знаю таких мужчин, они в терапии находятся, они не в кафе сидят с вискарем и шампанским, и выбирают гостиницу, куда вас завести, они у психологов, у психотерапевтов работают над собой, потому что действительно есть мужчины, которые болезненно переживают расставание, они сталкиваются с психогенной импотентой, у них не стоит, они не хотят, у них отвращение к женщинам, ненависть к женщинам, они уходят в себя, замыкаются, и таких мужчин много, а вот эти рассказчики, которые вам говорят, что мне тут больно, а здесь не больно, это все Ганс Христиан Андерсон, его поклонники. Шестая вещь, о которой мужчина может врать, это когда он говорит о том, что для него вообще секс не важен, а для него, значит, важно вот это вот в диалоге с вами быть, и в общении, что он как раз вот увидел в вас ту самую душу, так сказать, из миллионов других душ. И, как правило, так говорят кто? Первое, мужчины, которые заснули в поле, им случайно косой хер откосили, импотенты, мужчины другой ориентации, которые не, как бы, ориентируются на женщину, как на сексуальный объект, психически незрелые мужчины, нездоровые вернее. Ну, какие еще категории, кто еще может? Обманщики. Ну, и, да, вот эти самые обманщики, навруны. Почему? Усыпляет бдительность, усыпляет бдительность, типа, провокативно вообще, это знаете почему? Я вам расскажу одну историю. Приходит ко мне, значит, девушка на консультацию и говорит, Марк, я с молодым человеком познакомилась, он уже четвертый раз остается у меня дома спать, поворачивается, делает так, в щечку, разворачивается спиной и засыпает. Я, говорит, как бы, ну, ладно, первый раз. Я прям зауважал его, даже рукой не притронулся. Второй раз, думаю, ну, третий, ну, четвертый. Как бы, эх, 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 что-то делать? Я так спросил у него. Ну, так, задай вопрос прямо. Не бойтесь этого. Чего бояться-то? Вот. Она задала ему вопрос, типа, а почему ты ко мне не пристаешься? Он ответил уникально, знаете, такой уникально сказочный, такой, просто, он и говорит, ну, просто я хотел, чтобы ты почувствовала себя рядом со мной комфортно и чтобы тебе, чтобы ты не подумала, что я хочу тобой воспользоваться. Ну, звучит благостно, правда? Ну, прям благородный рыцарь. Четыре раза он спит с ней и ни разу к ней не пристал. Благородный. Чем это все закончилось? Она к нему пристала сама. Понимаете? Есть такая категория мужчин, которые вот за счет такого поведения повышают свою значимость. Вы представляете, ради него женщина побежала, блядь, к психологу. Ее это начало беспокоить. Она его начала соблазнять. Она начала себе копошиться. Может, со мной что-то не так. Может, у меня там внешность не такая. Может, у меня как-то пахнет не очень. Может, я не сексуальная. А может, пятая. Может, двадцатая, тридцатая. И вот через такие подходы мужчина очень часто просто вводит женщину в состояние заблуждения, манипулирует ей. Поэтому будьте внимательны. Потому что сама природа мужская говорит о том, что он идет знакомиться с женщиной только под воздействием сексуальной энергии. Она привлекает его внешне. И он идет к ней размножаться. А тут он пришел, она внешне его привлекла и говорит, я не хочу. Ну, как это не хочу? Это то же самое, знаете, что вас зовут за стол обедать, вы прибегаете, а обеда нет. И так каждый четыре раза подряд. Мишенька, Сашенька, идите обедать, прибегаете. А где обед? А обеда нет. Опять приехали, опять третий, четвертый раз. Так же и здесь. Это бред какой-то. Мужчина не пойдет знакомиться с женщиной просто, чтобы с ней поспать вместе рядом. Герман, ты знакомился с женщинами, чтобы четыре раза подряд с ними спать? Ну, четыре точно нет. Да и в принципе. Ты скажи, я вообще не буду знакомиться с ними, если они спать со мной не будут. Ну, есть такой момент, что присущаешься иногда сексом. Бывает. Но чаще всего 90% мужчин знакомятся с этим сексом. Это факт. А 90%, а 10% для чего? Ну, у меня было такое, что я присутился с этим раз сексом. И реально хочется просто поваляться. Познакомился с девушкой, чтобы поваляться с ней? Ну, намерение изначально не просто поваляться, но иногда не хочется быстро как-то садить, потому что и так это работает нормально. Я просто вспомнил одну историю. Мне один парень рассказал. Я не буду говорить, как его зовут, если он посмотрит это видео, я думаю, поржет, напишет мне. Короче, он познакомился с девушкой, она мастер спорта по самбу, а он не знал. И как бы они остались один на один, она ему говорит, если ты будешь приставать ко мне, а причем она выглядит очень женственная такая, по ней не скажешь, что она самбистка. Или там кандидатом она в мастера спорта была. Ну, в общем, профессиональный спортсмен. Вот. И она ему говорит, значит, если ты будешь приставать ко мне, я тебя скручу. Вот. И он говорит, а если я тебя скручу, он ей говорит, а если я тебя скручу, отдашься мне? Она говорит, легко. Звонит этот идиот мне из травмпункта, и она ему сломала два ребра, коленом как-то придавила, сломала ему два ребра. Полежали вместе и поборолись. Блин. Если у тебя, так Герман будет, надевай курсет. Хорошо. Но самбистка у меня еще нет, было уже. Седьмая вещь, о которой врет мужчина, особенно в период влюбленности, у нас столько общего. Я вот, ты что, правда любишь Баскова? Господи, да у меня все альбомы, и Кадышева, да я на все концерты. Погоди, ты что за аудитория? Бабуля, что ли? Почему Басков? Ну, так, ну, Басков, что? Бабуля, и Бабуля тоже, и Бабуля тоже, да. Вот, то есть вы начинаете обнаруживать, что мужчина как бы вот зеркалит вас. Оказывается, что вам нравятся одинаковые фильмы, оказывается, что вам нравятся одинаковые блюда. Такое может, конечно, совпадение быть, но очень редко. То есть вам все нравится. Такое ощущение, что мы с тобой знакомы 2000 лет. По-моему, мы в прошлой жизни с тобой были мужем и женой. А может быть, ты был моим папой в прошлой жизни, а я твоей мамой. Но то, что мы были вместе, это 100% факт. Это какие-то у нас близкие души очень. Девушки, если вы сталкивались с такими мужчинами, поставьте, пожалуйста, лайк. Так, а на самом деле как? Что как? Зачем мужчине это говорит? Что мы, типа, столь, ну, как будто бы две родственные души. Ну, как для чего? Для того, чтобы быстрее расположить к себе. Только с одной целью. С какой? Ну, переспать с женщиной. Ну, а для чего? Знаешь, если это уже в отношениях происходит, глубоко в отношениях, люди действительно могут со временем найти какие-то сопересекающиеся, похожие состояния и проявления. Это нормально. Потому что в процессе отношений там действительно могут быть общие ценности, общие взгляды на жизнь, общие привычки. То есть, это может обнаруживаться в отношениях. Но, по идее, эти общие ценности и должны были свести людей вместе. И кто приходит в отношения не через эгегей, эгегей, там, через сексуальную близость, а еще, кроме сексуальной близости, еще и через мозг, и через ценности, через общие какие-то планы на жизнь, тогда таким совпадением как бы и не приходится удивляться в отношениях. Вот чтобы, кстати, создавать такие отношения, о которых я сейчас говорил, отношения, основанные на ценностях, на любви, на привязанности зрелой друг к другу, на взаимообмене, на сотрудничестве. Вот если вы хотите такие отношения научиться строить, переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь на мой безоплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Я там подробнейшим образом рассказываю поэтапно, каким образом женщине подготовить себя к отношениям с мужчиной, в которых она будет счастливой. Не ради мужчины, а ради себя самой. Восьмая вещь, о которой мужчина врет, это все бывшие хотели вернуть меня обратно. Рано или поздно они все жалели о том, что упустили такого парня, как я. Они сравнили, видимо, меня с другими и поняли, что я самый лучший. И они все мне написывали, ну, конечно, я обратно не возвращаюсь. Я нет, я не прощаю. Я суровый. Я суровый, я не прощаю. Я наказываю. А зачем мужчина так говорит? Он хочет какое-то впечатление произвести? Ну, смотри, мужчина, который не чувствует собственной значимости, собственного стержня, собственного масштаба личности, он ведет себя, ну, мягко сказать, как полнейший идиот. И этот идиотизм как раз-таки проявляется в подобных вещах. Когда он начинает рассказывать, начиная с самого начала видишь, он там супергерой-любовник, а по факту то, что мы с тобой обсуждали, понимаешь, я тебя, у тебя просто никогда нормального секса не было, а на самом деле, блин, там раз-два и досвидули, и женщина лежит, зубочистка в зубах ковыряется, колбасу Ливер достает, а он уже храпит, понимаешь? Вот, как бы, а это значимость подчеркнуть свое? Вот какой я крутой, какой я классный, манипуляция, установки определенные, вот смотри, цени меня, потому что и ты потом будешь жалеть, будешь локти кусать. Кстати, совсем скоро выйдет на моем канале видео 10 самых распространенных манипуляций мужчины, поэтому подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить его. Еще одна вещь, о которой врет мужчина, это он говорит своей девушке, женщине, о том, что он любит вот такой, какая она есть. Это то, что касается ее внешности. Есть мужчины, которые прямо своим женщинам говорят, ты жирная корова. И таких женщин очень много, и вы мне пишете, дорогие мои, я знаю, что вы даже сейчас смотрите это видео, и жалуетесь на своих мужчин, что вот он мне таким прямым текстом говорит, что я жирная, мне надо худеть, мне надо то, мне надо это. А есть другая категория мужчин, которые, видя явные изменения в своей женщине в худшую сторону без каких-либо причин, то есть это не болезнь, это не беременность, они натягивают улыбку и говорят, а меня все устраивает, а мне все пофиг. Хотя я тебе честно скажу, есть мужики, которым вообще плевать. Я видел парочку одну, вот смотрю со стороны, там такая женщина, знаешь, уже такой докер портовый, танчик на гусени, гусеницах, ну прям переедет, блин, и все, а он худой. Я понимаю, что может быть у него вкус такое, предпочтение. Я, кстати, вот только недавно рассказывал на лекции у себя, что есть категория мужчин, которые любят полных женщин. У меня такой приятель есть. Вот если у него женщина 100, там, минус 100 килограмм, минус, меньше 100 килограмм, он с ней в жизни никогда не будет. Вот у него все женщины должны быть 100+. Вот если не 100+, он даже не возбудится. Он женился на девушке 110 килограмм весит. Нет, она такая ухоженная, приятная, 110-килограммовая и следит за собой, ухаживает. Ну, может быть, такие предпочтения есть. Сейчас я в комментариях женщины закидаю, которые много весит. А что, я ничего против не имею женщин, которые много весят, если они ухоженные. Есть просто, есть женщины, знаешь, которые полные и они вообще за собой не следят. Они не мытые, не какие-то грязные, ну, в прямом смысле слова. Одеваются, как чуханки. А есть женщины крупной комплекции, но на них даже приятно смотреть. Знаешь, вот они, там, прическа, макияж, какие-то наряды на них, подходящие им, приятно пахнет от них. И я могу, я даже, я общался с такими девушками вот на съемочной площадке, там, на различных каналах. Абсолютно нормальные девушки. Я говорю сейчас про женщин, которые поставили на себе крест. И, между прочим, это один из таких психологических механизмов защиты, когда женщина, возможно, там аутоагрессия, злость, которую женщина не может выплеснуть. Возможно, там нет навыков по работе с границами личного пространства. И женщина все это в себя накапливает, накапливает и начинает формировать в себе там и дефицитарную сексуальность. И просто, как женщина, отходит на второй план. Ну, а то, что касается мужчин, которые действительно могут приврать вам, что я люблю тебя такой, какая ты есть, а при этом он боится обидеть вас, возможно. Да, вот он может любить вас, правда. Вы надеваете на себя платье, он понимает, что это платье ну просто как гусеничка в нем. и он не может вам сказать любимое с ними, но чтобы вас не обидеть, он вам скажет там, тебе так хорошо. Это, между прочим, женщине нужно понимать. Если вы сами видите в себе изменения в худшую сторону и не нравитесь себе, я вас уверяю, значит, вы стопроцентно и не нравитесь своему мужчине. Это неоспоримо. Ну и десятый пунктик. Это очень частая распространенная ложь мужчины, когда мужчина говорит, ты первая, с кем я это пробую и делаю. Между прочим, это и женщин касается. И женщины любят мужчинам рассказывать, что ты первый, с кем я это попробовала. До этого вообще никогда. Я тебе серьезно говорю. Ну правда. Ну что ты начинаешь? Ну хватит. Ну хватит. Это касается многих вещей. И, например, каких-то сексуальных штучек в быту, в развлечениях, в предпочтениях каких-то. И, конечно, в этом нет ничего страшного, потому что таким образом человек, возможно, пытается выделить вашу особенность. Но то, что это действительно часто распространенное явление, сказать, что только с тобой, больше ни с кем другим. Больше ни с какой другой женщиной у меня такого не было. Это касается и чувств. Я никогда никого не любил, как тебя. Это как? Как вот? По каким критериям? Это было, знаете, вот когда человек собирает урожай, помидор, вот он собрал в прошлом году 20 тонн, а в следующем году собрал, например, 30 тонн, а до этого собирал вообще там по 10. и он говорит, вот в 22-м году или там в 21-м я собрал самый большой урожай. Почему? Потому что вот 30 тонн помидор, а до этого было всего мало. А как здесь определить? Как бы, как я тебя любил? Как я любил другого человека? Вот появится еще один мужчина, например, или еще одна женщина. И он тоже будет говорить, я так никого никогда не любил. На самом деле, это все от головы идет. А если так призадуматься, то вы же не глупый человек, чтобы идти в отношения без чувств, правда? И наверняка они везде были по отношению к разным людям. Да, по-особенному отличались, возможно, друг от друга. Но эти все истории, они, с одной стороны, безобидны, и как бы их можно принимать, а с другой стороны нужно понимать, что это просто блеф обыкновенный. Вот и все. Субтитры